всем привет 17 октября три дня перед этим шли дожди практически не останавливаясь сегодня небольшой перерывчик завтра дождь послезавтра дождь и послезавтра вечером уже должен быть заморозок до минус 4 воспользовавшись небольшим этим перерывом отправился в лес хочу поискать может быть какие-то осенние грибочки еще остались ну и так все уже похоже на закрытие грибного сезона 23 года ну потом после первых заморозков может быть немножечко холода отойдут может быть еще зимние опята вешенки какие-то будут сейчас немножечко погода разгулялась даже вот небо синее солнце вышло ну к вечеру к четырем часам обещает снег долго выбирал с утра куда поехать смотрел карту осадков потому что в волоколамском районе дождь и снег он с утра это юго-запад подмосковье нарфаминский район практически самая граница с калужской областью ладно что пойдемте в лес смотреть вдруг что-то да насобираем прошел небольшую еловую посадку пусто и ветер сегодня похоже еще сильнее потому что он даже здесь под полгом леса продувает не слабо посадка закончилась сейчас будет небольшая вырубка с молодыми березками а дальше уже начнется такой старый зрелый смешанный лес туда и отправляемся иду сейчас по краю вырубки то углубляюсь в лес то опять возвращаюсь к вырубленному месту к молодому березняку пока ничего не попадается в общем то первая гремная находка такой вот симпатичный красный мухоморчик по идее раз растут еще мухоморчики да еще и молодые должно быть что-то другое но пока пусто ищем дальше практически незаметное на фоне листьев опавших пожелтевших побуревших покрасневших стоит чернушка старая переросшая уже плесень по ней пошла и больше больше пока ничего все как я люблю залез в такие вот глухие елочки на краю вырубки еле выбрался осталось метров тридцать 40 может быть и уже видны высокие деревья начинается участок старого нерубленного леса по грибам пока ноль иду рассматриваю какие ели великаны здесь когда-то стояли везде на деревьях красные пометочки лезут через такой бурелом у нас старый упавший осенние старые переспевшие дождевики грушевидные группка старых перезревших опят на ранней стадии разложения хоть какие-то признаки грибов вообще давно я так не пролетал с выбором места то что на спутнике выглядело зрелым лесом оказалось таким буреломом весь там просто невозможно пока иду по вырубке дошел до другого участка леса вот он уже впереди я вижу метров через сто стоят высокие деревья может быть там лес хоть сколько-нибудь проходимым окажется между вырубкой нерубленным участком леса просека ну что возвращаться я буду точно по ней а лес впереди выглядит пока очень даже симпатично пойду посмотрю что там сразу при входе старый пересоевший гриб я даже понять не могу что это такое весь в плесени уже гриб пластинчатый а наверное это был наверное это был какой-то паутинник какой-то паутинник был и рядом на березе первый съедобный гриб который я заберу вешенка очень крепкая ножка лучше ножом сейчас отрежу такая вот симпатичная спелая вешенка ну чтож надеюсь этот лес хоть чего-нибудь не подарит три засохших замученных мухомора рядом еще один совсем высохший еще какие-то грибочки заплесневевшие уже непонятно что это тоже похоже какие-то паутинники были и вокруг все буквально все перерыто перекопано кабанами пока мой единственный трофей это вешенка лисичка переросшие рядом с тарафари синие зеленая раньше они мне так редко попадались сейчас каждый поход в лес и и встречаю ее раньше казалось что это такая редкость может быть просто внимание не обращал на них вот это неожиданно вышел на посадки сосны молоденькие сосенки не знаю насколько эти посадки обширны но это это надо обязательно проверить ну чтож молодой сосничок тоже весь пустой одни желтые листики которые издалека прикидываются грибами гуляем дальше дождь пошел противный мелкий холодный дождь поехал в это место потому что дождь здесь должен был начаться в четыре сейчас еще чуть больше двенадцати ладно что делать пойду гулять пока под пологом леса если не прекратится буду выбираться к машине время от времени попадаются кучки осенних опят это уже совсем старые уже даже ножки отваливаются пахнут конечно еще обалденно грибы уже совсем старые смотрите немножко их пошевелил и все ножки подогнулись шляпки шляпки упали наверное их тут уже не раз морозом пристукнуло снова дождь припустил стайки клестов носятся наверное должно быть слышно на камеру смешанные синичьи стаевки покрикивают пухлячки лазоревки большие синицы несколько раз слышал снегирей откуда сверху потрескивали ополовнички и ветер что-то расходится и дождь налетает теперь все чаще и чаще почти не прекращается налетающий дождик намочил все кусты неохота мокнуть лезть по мокрым зарослям пойду сейчас по этой просеке она вроде как метров через 600-700 должна пересечь с другой которая пойдет в направлении оставленной машины но если будут попадаться интересные участки леса ну конечно же я буду туда заглядывать на старом дубе уже не поймешь что растет то ли это были осенние опята то ли это зимние сейчас задел ногой опенок смотрю а он чистенький прямо на дороге опятки растут более-менее ничего сейчас немножечко шляпок наковыряю набрал две горсточки грибы прятались под листиками видимо это их и спасло от заморозков потому что в основном опята выглядят вот так дошел до пересечения просек мне туда дорога раскатана квадриками верный признак того что я на правильном пути а вдоль дороги вдоль дороги следы былого великолепия увидел издалека бревно со светлыми грибочками смотри-ка некоторые еще очень даже ничего сейчас выборочно насобираю более-менее нормально еще всегда найдется какое-то бревнышко где они выскочили попозже да беленькие светленькие еще даже такой лопух большой но он по-моему червивый как ни странно да червивый так этот уже темный еще эти вообще отличные собираем вот так вот неожиданно раз и донышко корзиночки то и закрылась здесь и нарисовалась сковородочка опят вкусных лопух 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 и Но надо спасать, какие ещё съедобные остались. Да, дождик поливает, а я тем временем добрался до машины. Ну, в общем, результат такой. Корзинка, конечно, маленькая, но что почти половинку наколупал. Очень, конечно, не хочется объявлять торжественно завершение грибного сезона 2023 года, но всё на это похоже. Ладно, будем надеяться, может быть, вторая половина октября будет тёплая, может, что-то ещё выскочит. Ну, а вдруг. Ладно, спасибо всем за просмотр. Спасибо всем, кто гулял со мной по этому осеннему дождливому лесу. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»